Час. Минута в минуту. Радио. Болтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. У нас сейчас на параллельной связи происходит заседание Сейма. И как только оно закончится, вот тот эксперт, которого мы анонсировали, обязательно выйдет с нами на связь и расскажет о том, что происходит сейчас в парламенте. А сейчас у нас на прямой связи депутат Рижской думы, доктор педагогики Яков Плинер. Он чуть-чуть расскажет о той проблеме или попытках, я так понимаю, свернуть образование в детских садиках на языках нас меньшинства. Яков Дарьевич, слышите ли вы нас? Да, прекрасно слышу. Добрый день вам и радиослушатели. Вчера, я знаю, что вы выступали на комитете Рижской думы. Может быть, несколько слов о том, что же все-таки происходит? Вернемся к 14 января, когда на заседании комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы обсуждался вопрос о порядке открытия групп в детских садах. Внесли его в последний момент внепланово, и у депутат не было возможности познакомиться с документом. Но о порядке вроде бы технический вопрос, и все депутаты, я один от РСЛ и трое, но присутствовали Чекушин и Владова, под согласие. И все депутаты проголосовали «за». После коротенького обсуждения все депутаты, включая и согласие, согласились с предложенным решением внести этот вопрос на пленарное заседание думы. Оно состоялось вчера, то есть 20 января. До этого времени мы уже успели изучить проблему, и между строк там фактически имеется в виду, но очень завуалированно, что, скажем так, русские группы, имеющиеся в садах, перепропилируют в латышские группы. И к обычному содержанию на каждую такую группу прибавляется одна тысяча евро, там не написано на что. Но, как я понимаю, на фактические учебники для маленьких деток. Да, но там же, чтобы было понятно радиослушателям, все-таки я уточню. Речь идет о всех рижских муниципальных детских садах, где есть группы на сменшинце. Они все перепропилируются? Во-первых, во многих садиках такие группы латышские уже есть. И ползучая латышизация началась еще при правлении господина Ушакова. Не афишируемая, я сказал, ползучая латышизация. Изучив проблему, мы поняли, что это бяка. И вчера, во-первых, в начале заседания, до этого мы электронно послали, ведь все заседания удаленные, мы послали предложение перенести, то есть этот вопрос, поскольку он не обсуждался с родителем, поскольку он не обсуждался на консультационном совете и с общественными организациями. Мы потребовали в моем лице от фракции не рассматривать этот вопрос и вернуть, я говорю, на доследование, в кавычках, в комитет. Но большинство депутатов, кроме нас и согласия, проголосовали против моего предложения. Значит, я взял протокол прошлого заседания. К сожалению, ни один депутат согласия, присутствовало два, не проголосовали против, как и я. Они не внесли на первоначальном этапе ни одного предложения. И поэтому мне непонятно, кому это выгодно, что поднялся скандал, будто я что-то сделал неправильно. Хорошо, что может быть дальше, если мы сейчас абстрагируемся от этого? Потом начались премии. Депутат Чекушин задал один вопрос. Один раз на минутку выступил мне неуклюже в премиях. Депутаты РСЛ. Все мы задавали неудобные для правящих вопросы, выдвигали требования. Все мы по два раза выступили в премиях, больше нельзя. Если все остальные 94 вопросов, кроме одного еще, рассмотрение длилось 2-5 минут, то этот вопрос более часа. В конечном итоге все равно депутаты проголосовали против наших предложений. Ну, большинство. Значит, но выступила госпожа Ратника в премиях и обещала, что комитет вернется к вопросу русских и латышских групп в детских садах на заседании комитета. Уже это наша маленькая победа. Ну, вот как-то так. Может быть, несколько слов, чтобы нашим радиослушателям было понятно. Значит ли это, что если, допустим, предложение пройдет в таком виде, потому что есть разные мнения на сей счет, то тогда есть угроза для тех групп на языках нацменьшинств, которые сейчас есть? Потому что есть требования закона. Да, Юра, да, Юра. Решение пленарного заседания Думы принято. Наша победа, я сказал, в том, что председатель комитета обещала еще рассмотреть и изучить его на заседании комитета. Но пока группы на языках нацменьшинств остаются, те, что есть вот сейчас в садиках нацменьшинств, или вы бы не стали... Они, конечно, остаются, но им будет послано вот этот документ о порядке открытия групп. Там нигде не написано, что группы закрываются, латышские открываются. Но то, что им добавляется на условную группу только тысячи евро, мы понимаем, что они планируют перепрофилировать, и тысячи евро пойдет только на латышские книжки для малышей. Господин Нелкин, может, вам интересует, и если у вас есть еще одна минута, я хочу рассказать, или могу, о еще одном кричащем вопросе. Так, давайте. Вчерашней Думы. Да. Я не знаю, известно ли вашим радиослушателям, что правящие во главе с господином Штакисом задумали ликвидировать, скажем так, дирекции... Исполнительные дирекции, да, три. Исполнительные дирекции, да. И открыть соответствующие центры. Их будет больше раз. И нас волнует. Как с финансированием, это неизвестно. Конечно, мы понимаем, что правящие хотят зачистить чиновников, шаковцев, и поставить своих. Потому что в связи с такой реорганизацией центры закрыты, работники уволены. Потом, кого хочу, принимаю, кого хочу, нет, и принимаю условно своих. Там есть еще много минусов. У этих центров нет никаких планов, как это все будет осуществляться, неизвестно. И вот этот был вчера из 95-ти еще один вопрос, в котором шли серьезные дебаты. Мы выступали против и доказывали, почему. То есть мы убеждены, что чейзережан от этого не улучшится. И как я выступаю, сказал, что они хотят как лучше. Может быть, но получится как всегда. Потом опять голосование. К сожалению, решением большинства голосов. И это решение, что исполнительные дирекции будут реорганизованы в центре. Я думаю, что оно неправильное. Я думаю, что оно потребует на чиновников больше финансов. Я думаю, что должного результата, полезного рижанам, не будет. Спасибо большое, Яков Плинер. У нас был на прямой связи депутат Рижской думы. Мы говорили о судьбе рижских садиков, национальных меньшинств. Но будем следить за развитием ситуации, поскольку, как сказал депутат, еще в Комитете по образованию все-таки к этому вопросу придется вернуться. У нас сейчас на прямой связи другой депутат, только депутат уже Сейма Ивр Заринч, который только что закончил свое выступление. И параллельно у нас продолжается пленарное заседание парламента. Так вот, выступление депутата Заринча было посвящено запросу оппозиционных парламентариев по поводу закупок, ну, ковидных закупок масок. Там, как мы знаем, как мы сообщали, я думаю, наши радиослушатели тоже в курсе, большой скандал с качеством вот этих закупленных масок. Ну, я так понимаю, на подходе еще один запрос оппозиционных депутатов на сей раз по поводу вот этого бюро вакцинации, которое у нас быстрыми темпами создается с довольно большим бюджетом на короткое время. Как вы нас слышите, Ивр Заринч, у нас на прямой связи через Zoom? Как вы меня слышите? Мы слышим вас очень хорошо. Тогда давайте начнем по порядку. Что касается запроса по маскам, насколько сейчас он актуален, поскольку вроде бы эти закупки были еще во время первой волны? Значит, мы говорим сейчас в данном случае не только про маски, а про респираторы. Да. И это очень актуально, и я вам вкратце объясню, почему. Во-первых, респираторы – это средство защиты для наших медиков, для тех, которые сражаются в первых линиях фронта с этой заразой, и чтобы они могли себя защитить. И что мы знаем, оказалось, что вот эти респираторы, которые были закуплены по очень странной процедуре, обходя закон от очень странной компании, которые основной бизнес – это рекламное агентство, и по очень высокой цене оказались сейчас, через полгода, что они недействительны, то есть что они некачественны, их качество не соответствует для того, чтобы они могли защитить медиков должным образом. И мы уже летом делали запрос насчет этой закупки, потому что она была уже очевидна, странная, и по тем документам, которые предъявлялись для этой сделки, и по условиям, и по процедуре, по всему. И то, что сегодня мы делали, еще раз затребовали, значит, отчитаться, что же с этим респиратором вообще произошло. Оказалось, что вот этот огромный объем, почти миллионов респираторов, которых надо было закупить очень срочно, чтобы все, у нас там ничего не хватает, оказалось, что почти половина из них через полгода еще стоят неиспользованной. То есть этот объем поставки, объем этого контракта был намного больше, чем это было реально необходимо. А закупался он по очень высокой цене, обходя законопредвиденную процедуру, основываясь на том, что, ребята, нам срочно надо вот такой объем закупить, иначе кранты. Мы затребовали, хорошо, а какие были остатки? Сколько вообще нереально надо было для больниц и других учреждений вот этих респираторов? Информацию они точно так и не могли дать. Когда мы спросили, а ребята, ну давайте тогда объясните, почему именно из них? Почему надо было покупать именно от этой компании? Почему не рассматривались другие варианты диверсификации поставок? Оказалось, что это информация, что если действительно ребята есть так, что вот это единственный вариант, или что это был самый лучший вариант из всех, предъявите остальные варианты. И почему-то опять должностные лица, которые этим всем занимались, начали уходить из этого вопроса. И так и вот эти документы конкретные, которым мы могли бы удостовериться, не были поданы. Почему об этом сейчас очень важно говорить? Потому что это не одна такая закупка. У нас было очень несколько закупок таких, и всюду мы видим тот же самый бардак. И почему важно об этом сейчас говорить? Потому что те же самые люди, которые делали вот этот бардак с этими закупками, сейчас нам объясняют, что они сейчас делают перфектный план вакцинации. И вот насчет этого мы уже заблаговременно, зная, как это все делаете, насколько немощна и некомпетентна наша власть, уже сейчас, уже заблаговременно задали, скажем так, несколько вопросов, по которым мы хотим точно узнать. А как же вы собираетесь вот этот план обеспечить? Как вы собираетесь вообще делать это все? Вот та новая структура, которая сейчас создается, вот этот план вакцинации, это вообще такой странный организм. И как он возник, наверное, интересно тоже людям понять. Потому что на самом-то деле, ну что у нас? У нас же есть государственные органы управления, которые бы должны заниматься этим всем. Зачем что-то еще опять создавать? А родилось это таким образом, что новый министр здравоохранения обоснованно указал премьер-министр, что, в общем-то, этот план, такой план, он должен быть не просто, это не просто компетенция одного министра, это, в общем-то, компетенция премьер-министра, потому что там должны координироваться не только здравоохранение, там должны координироваться и другие рессоры. И ясно, что такая компетенция только премьер-министр. Премьер-министр отказался это делать, Он сказал, нет, пусть это делает все-таки министр здравоохранения. Министр здравоохранения этого не хотел сделать, и вот они придумали, что никто из них свою работу делать не будет, а создадут бюро, бюро, которое это будет заниматься. И начальнику этого бюро просто поставят зарплату, которая, мне кажется, даже выше, чем у премьер-министра. И вот пусть он выгребает и решает за них вот эти задачи. Вот так это сейчас выглядит. И то, что мы сейчас сделаем, мы затребываем. Что? Да, я просто хотел уточнить, что, наверное... Я знаю себя. Да, да. Все-таки такой вопрос. Ведь самое парадоксальное, вот по такой вот злой иронии судьбы, что вакцин-то нет. То есть бюро есть, а вакцин нет. Есть, а вакцин нет, да. За это никто не ответил. За этот провал. И еще параллельно, как мы знаем, там еще и чиновник получает еще премии, потому как они, какие они бравые, как они там решали все эти вопросы. То, что мы сейчас видим, ну, с одной стороны, конечно, это раздражает, и, в общем-то, ну, некоторых людей даже загоняет такое отчаяние. Но, с другой стороны, это очень полезное время для нашей страны, для нашего общества, потому что мы, наконец-то, можем убедиться, очень многие люди, те, которые еще это не понимали, не видели, насколько хромает структура управления в нашем государстве. И хромает именно из-за того, что было создано такое, скажем так, искусственные ситуации, когда у власти могут находиться только одни и те же самые политические силы, а в результате для них нет необходимости отвечать за свои поступки, за свои обещания. Все, что им важно, им важно только просто держаться вместе. Если они держатся вместе, то они остаются у власти. Так не происходит в нормальной демократической стране, потому что в демократической стране есть коалиция, есть и оппозиция. Если коалиция не может выполнять свои обязательства, не может должным образом заботиться о своей стране, о своем народе, ее заменяет оппозиция. И так получается тогда в результате, что каждая из сторон заинтересована быть ответственна за то, что она делает, за то, что она обещает, потому что она понимает, что за это будет то, что называется политическая ответственность. Она выявляется так, что ты теряешь власть, если ты не отвечаешь за свои обещания. В данном случае то, что мы видим, вот этот ковид, он наглядно показывает, насколько немощно, некомпетентно наше правительство. Но это буквально даже в анекдотах, мне кажется, такие ситуации не придумывает. Когда, скажем, тот же самый пример насчет этих ограничений ограничений по продаже. Да, что ты заходишь в магазин, один товар ты можешь купить, другой нет. И тогда, это то, что я обоснованно задал вопрос министрам. Но, ребята, объясните, как то, что вы запрещаете купить носки или перчатки или чулки, как это поможет вам бороться с ковидом? И видно, что люди просто тупо думали в таких, как мы говорим, категориях таблицы Excel, то есть как по бюджету, когда думают, что давайте поднимем там-то налоги, и у нас настолько-то столько будет больше денег. И то же самое они также решали насчет этих ограничений по магазинам. То есть я могу объяснить, как это тупые, вот эти абсурдные решения, как они появились. Они просто сказали, что, ребята, да, вот магазин – это одна из средств, где вот люди могут принять инфекции. Надо как-то это уменьшить. Если будет меньше товаров, которые можно будет покупать, они меньше будут ходить в магазин. А в результате они получили полностью противоположное, потому что если я захожу в этот магазин, и там часть я могу купить, часть не могу купить, то я потом иду в другой магазин, где это я могу купить. И это наглядно могу сказать от своего примера. У меня вот над рабочим столом выгорела лампочка. Нормально, я бы там поехал сразу, купил его в магазине строительном. И там занял бы это мне минуту, да. Зашел в магазин, купил, вышел. А в результате я его искал по супермаркетам, где их можно найти. В одном не нашел, потом нашел в другом. Потратил на это полчаса там по магазинам, да. Я думаю, о таких примерах, как у меня, было тысячами. И вот это, Зин, такой наглядный пример. Возвращаясь... Если мы так коротко говорим. Да. Возвращаясь все-таки вот к этому бюро по вакцинам, но вот, да, вчера это было, да, по-моему, если я не ошибаюсь, да, вчера, на заседании комиссии Сейма по запросам как раз вот возник вопрос, зачем нужно было создавать бюро, когда у нас есть вот этот межведомственный координационный центр, вот эта пара 40 координаций центров в структуре правительства или в структуре госканцелярии, там довольно большой штат людей, зачем нужно было создавать. Парламентский секретарь Минздрава пояснял, что, вы понимаете, это особая миссия, такого никогда в новейшей истории Латвии не было, всеобщая вакцинация, всеобъемлющая, тысячи людей должны быть вакцинированы, поэтому без специальной структуры не обойтись. Вот как вам этот аргумент? Может быть, действительно можно позволить вот создавать такую структуру на 11 месяцев, ну, на год, фактически, да, чтобы можно было людей привить? Ну, тут вопрос не только однозначный. Почему была создана такая структура, я уже объяснял, потому что никто из министров, никто из правительства не хотел брать на себя ответственность за этот процесс. И вот они как горячую картошку между собой кидали, кидали, и тот один смешленый парень придумал, а давайте его вообще выкинем, пусть другие этим занимаются, просто закинем там денег, сколько нужно, необходимо, и пусть они там занимаются. Если кто-то посмотрел вообще этот доклад, который его сейчас рассекретили, по которому принималось это решение, то вообще фантастика. Вот посмотрите, я его публитировал в своем фейсбуке, можете зайти посмотреть. Там вообще эти цифры не сходятся. Я не говорю о том, сколько там собираются платить за эти должности, которые там превышают в два раза даже больше, сколько вообще по всем этим нормативам должно быть платиться. Не об этом речь. Там идут, что вообще эти цифры не сходятся. То есть, напишен один оклад, и там за год он должен быть, значит, этот оклад на 12 раз больше. Ты там совсем плохо, согласен, да. Но мы там видим вообще другие цифры, которые вообще не сходятся. Там математика, математика, ну, человек с элементарным знанием математики сразу бы заметил, что там есть несоответствие. Но это правительство, это утвердило вот эту смету, вот это, основываясь на этом докладе, это все утвердило. Почему? Потому что они там в страхе, в непонимании. Они как маленькие запуганные дети, которые вообще не понимают, что делать. Вот мы решили, вот пусть будет бюро, пусть он все выгребает. И обоснованно действительно спросить. Это то, что мы сейчас спросили, вот сразу. Задали вопросы премьер-министра, на которые он должен будет ответить, да. Ребята, ну а какие вообще там конкретно функции, как это вообще будет вписываться в общую структуру госуправления? Потому что те функции, которые вы говорите, там часть уже выполняет, должны быть выполняться другими структурами, да. Потом дальше, скажем, какие-то вещи, которые вам там предложили, скажем, координатор логистики, которому будут платить зарплату 4 тысячи евро в месяц. Да, ну ребята, ну в общем-то, только что вот министр обороны, министр обороны сказал, что мы готовы вообще это логически обеспечить, это наша специальность, мы этим занимались. Тогда вопрос, а что вы делаете тогда там в правительстве? Почему вы решили, что вот мы, нет, мы не дадим, у нас есть структура, есть профессионалы, которыми этим профессионально занимались, занимались и в ситуациях кризиса, да, там все поставки и так далее. Это важная часть армии, она не может функционировать без логистики, да. И там есть специалист, есть с опытом, мы говорим, нет, нет, этих мы трогать не будем. Мы им платим зарплату, но мы трогать их не будем. Давайте мы сейчас дадим какое-то, создадим новое какое-то бюро, которое вот будет новый человек, который мы там назначим и вот которому будем платить, который это будет разрабатывать. Ну, ё-моё. Ну, просто это решение из ряда всех тех решений, которые правительство уже принимало насчёт ковида, да, то есть без всяких обоснований, без понимания. И это, в общем-то, объясняет, почему у этого правительства такая проблема коммунитировать с обществом, да, тут как будто такой парадокс получается, многие задаются вопросом, да, ну, как это так, вот денег столько, сколько никогда не было, то есть они там буквально посыпают сотни тысяч, идут на пиар-компании, на медиа-компании, которые должны обеспечивать эту коммуникацию, но эта коммуникация как-то не получается. И тут опять очень просто можно объяснить, потому что не получается, почему? Потому что нечего коммуницировать. Если они начнут коммуницировать всё то, что происходит, просто всё общество будет просто там, ну, надо бы станет, как принимать эти решения. И это тоже я объяснял, как бы это нормально было бы, если вот это правительство работало компетентно, она понимала, что она делает. Тогда она выходила бы не из постичка своими решениями, которые, бац, буквально быстро бросили на стол, так боязнь, что лишь бы их там не зарыли за это, не успели зарить, чтобы они успели их принять и огласить, и должны все выполнять их. Нормально было бы так, что выходит правительство, оно объясняет, даёт анализ ситуации. Не просто там называть, что вот столько-столько там заболевших, столько-столько умерших, а даёт анализ ситуации, что на самом деле происходит, как мы её видим, да, почему так происходит. Дальше. даётся возможные решения, что мы хотим этим обеспечить. То есть, опять, они перечисляются, анализируются, что может дать каждое из решений, какое плюсы, какие минусы. И потом, исходя из этого анализа, из анализа ситуации, анализа этих возможных инструментов, которые, или мероприятий, которые можно делать, даётся обоснование, обоснование, почему мы принимаем вот такое решение. Если это всё объясняется, мы все видим, понимаем, что действительно решение обоснованное, оно необходимое, и мы понимаем, как её надо, и почему её надо выполнять. Но ничего такого не происходит. И спастишка вам последний день просто выкидывает какое-то решение и с выпущенными глазами от страха старается вас запугать и объяснить, что вот, мол, то-то, то-то сейчас, поэтому мы должны делать. На самом-то деле они просто этим прячут свою некомпетентность и, как бы я бы сказал, импотентность. Да, вот интересно, что касается вообще ситуации внутри правительства. Мы знаем, что сейчас новая консервативная партия, фактически пригрозила партнёрам по коалиции, что если не будет решена проблема с обеспечением эпидемиологической безопасности в пансионаторах, где, как мы знаем, настоящая пандемия тысячи заболевших, пожилых людей, социальных работников, то тогда новые консерваторы могут вообще поставить вопрос о соответствии министра благосостояния госпожи Петровича, занимаемой должности. Вот сегодня пришла новость, что если дело дойдёт до требования отставки госпожи Петровича, то КПВ ЛВ в ответ может потребовать отставки министра образования господи Шуплинской, самой новой консервативной партии. То есть весело у них там в коалиции. Насколько это вообще вероятно, что действительно господин Каевич открыл ящик Пандоры, сняв госпожу Винкера, ну и теперь процесс пойдёт? Ну, он может пойти насчёт персональности конкретной, но на самом деле ничего не изменится, потому что то, что, как я объяснил... То есть правительство стабильно. ...то того, что образовалась монополия власти, образовалась монополия власти, они могут их что, даёт им возможность делать что они вообще хотят, творить что хотят, но в конце концов они всё равно останутся вместе, и ничего там не изменится. И то, что, скажем, кто-то там выступает с какими-то там объявлениями, это просто потому, что, ну, чувствовать, что вот те процессы, которые начались, на самом-то деле уже это оппозиция, мы уже начали указывать на все эти несоответствия, они накапливаются, и, в общем-то, выборы-то у нас уже приближаются, будут скоро выборы в муниципалитете, в эти самоуправления, да. То есть как-то тем партиям, которые говорили, что вот они придут, они будут правильная, там, ответственная власть, им как-то надо начинать позиционироваться, да, и, в общем-то, полнейший беспредел они уже не могут или некомпетенции так просто пропускать, они должны хоть что-то сказать, чтобы сказать, видите, мы же говорили, нет, мы не согласны, ну вот, но ради стабильности власти, для того, чтобы всё тут продолжалось, мы всё-таки будем это терпеть. Ну, так это всё будет. Это просто цирк на публику, на таких, скажем, на своего избирателя, который страстно очень хочет верить, что эти силы чем-то отличаются от тех других, с которыми они пришли бороться. Да. А, может быть, возвращая всё-таки ещё вот к вопросу о вакцинациях, ну, мы знаем, что в результате, такое вот есть слово, перекомбинировалось Министерство здоровья так, что в результате мы остались сейчас без вакцин, сейчас ожидается, что, возможно, если всё пойдёт в порядке, и вот эту британскую вакцину AstraZeneca зарегистрируют, то, может быть, в середине февраля она к нам придёт, тогда можно будет начать вакцинировать группы риска. Но, фактически, ведь это тоже провал, кто-то за это, наверное, должен отвечать вообще за то, что в отличие от Литвы и Эстонии, я уже не говорю о других странах Европейского Союза, у нас сейчас вообще нет вакцин. Да, должен ответить, но не ответит. Так же, как и не ответит про этот запрос, про этот закупник, который мы и говорили, когда закупились миллионы респираторов, которые оказались некачественные, несоответственные, за это тоже никто не ответит, и даже этот коммерсант никакого ответственности пока что не несёт. И ему предложили, то есть один из вариантов, который им предложили, сказали, ну, может быть, вы просто закупите тогда необходимые другие такие респираторы. Но дело в том, что цена-то тогда была несоизмеримо высокая, то есть не получилось так заработать, не получилось заработать на некачественных респираторов, ну, попробуйте заработать сейчас, может быть, на качественных. То есть то, что сейчас происходит, то, что я объяснял, этот механизм, поскольку у нас нет возможности, демократия как эффективный инструмент управления не работает, поскольку нет возможности сменения власти, то те, которые власти, могут делать всё то, что они хотят, и быть полностью вообще не... Там у власти может находиться сейчас, извините, любой дурак, или даже негодяй, или хлюк, хлюк последний, и это будет нормально, потому что другие люди там не нужны. Тот же самый Карвинч, он же как премьер-министр там поставлен не для того, чтобы руководить, а чтобы за его спиной каждый мог бы заниматься своими делишками. Так же, это происходит? Как в своё время он делал, когда он был министром экономики, это он был, который подписал закон, который мы приготовили насчёт ОИК, который мы получили, вот это аферу. Это всё продолжается. То есть это вся каша, уже когда это вообще утверждалось, я уже там заблаговременно старался его тоже предупредить, что тебя там поставили, не для того, чтобы ты руководил правительством, а для того, чтобы за твоей спиной каждый мог бы заниматься своими делишками. И как только ты начнёшь становиться премьер-министром, ты там будешь не нужен. Вот, возможно, он это понял и хочет сейчас избавиться от этой бреши, может избавить всех, всю страну от этой ноши. Спасибо большое за это мнение. Посмотрим, чем дальше это всё закончится. Думаю, будет интересно, мы это так не отпустим, будем следить и, думаю, будет много интересной информации, особенно насчёт этого бюро, насколько он обоснован и что он там собирается вообще делать. Подождём ответ. и скидывать ответственность. Подождём, какой будет ответ по поводу вот этого создающегося бюро по организации процесса вакцинации. И вас, Заринч, у нас был на прямой связи, депутат Сейма. Большое спасибо. Спасибо, что пригласили. Удачи всем. И здоровья. Да, это главное. Удачи всем.